Дорогие друзья, добрый день! Я уже дома. Это Пятигорск. Приехали вот в такой большой магазин. Хотим посмотреть холодильник маленький для внука. Будем отправлять учиться. Свой холодильник нужен обязательно. Вот мы и приехали в один магазин. Заехали там. Оставили задаток. Ну, посмотрим. Сейчас, если найдем получше, значит, нам именно маленький надо. Ну, там какой-то норд, а дальше не помню, есть. Посмотрим, что здесь. Нам надо такой, чтобы поместился нам в машину, и мы могли транспортировать вместе с внуком. Вот такие дела у нас, вот такие новости. Вчера отпраздновали день рождения мужу. Ребята так классненько с детворой посидели. Гостей никого не было, только мы свои. А нас девять человек. Показываю вам, пока рассказываю, показываю наш Пятигорск с окошка. А это вот, я не знаю, тоже, наверное, что-то будут строить. Даже не знаю, не буду говорить, что это здесь они позакрывали. Вот такая вот обстановочка вокруг меня. Ехали еще в другой магазин. Там и такой же точно холодильник. Во второй зашли магазин. Там, значит, у нас что получается? Меньше, но намного дороже. Вот мы сейчас с мужем идем. Называется Технаряд. И там что-то приобретем. Ну и пользуюсь моментом, вам показываю. Это вот наш любимый магазин. Мужу покупает там в основном для ремонта дома. И у нас там огромная скидка. Вот. Технаряд. Мы будем сюда заходить. Муж пошел к знакомому. Знакомые ему тут подбирают холодильник. Смотрят они. А я села, сижу. Находилась я уже сегодня. Пришлось вернуться в самый первый магазин. ДНС называется. Вот здесь мы холодильник будем брать. Муж, по-моему, уже решился покупать. И не ездить, ничего не искать больше. Ну, мы посмотрели по ценам. Дороже, объем меньше. Этот нам понравился. Вот такой холодильник мы купили внуку. Машину в лазе. А еще сегодня я варю холодец. Варить буду в мультиварке. Холодец у меня будет чисто куриный. Это петушок от моей сестрички. Остался вот мини-отпуска. Люля я уже готовила. А теперь очередь холодца. Сварила и уже разлила по тарелочкам. Холодная. Домашний петушок. Сестренка, ты меня смотришь. Огромное спасибо. А мой муж еще вот такую тарелочку. Просто бульона выпил. Говорит, да. Что значит вольная птица? И вкус, и аромат совершенно другой. Еще раз спасибо моей сестре, что вырастила. А у нас сегодня в ресторане будет подаваться люля. Перемару в лоре три вида мяса. Домашняя курица от моей сестрички. Говядина и свинина. Фарш на люля готов. Вот я перебила до волокон. Ну, я делала на своем тестомесе. Но можно руками отбить очень сильно. Рецепт я вам сделаю, ребят. Теперь отправляю в холодильник. И еще сделаем шашлык. Наверное, вы догадались, что просто так не бывает. А вообще-то, может, и бывает. Но у нас есть повод. День рождения у моего мужа. Сегодня у нас праздник.